Дальше мы натягиваем кожу возле полки, делаем прокол под кожу и вводим. Так в ветклинике приюта Ласка чипируют поступивших животных, причем всех без исключения, и бездомных, и тех, у кого есть хозяин. Чип это современный удобный способ идентификации питомцев, так называемый электронный паспорт. Там прикрепляется информация о владелец, породу собаки, возраст, владелец, кто фамилия, имя, отчество, и, по-моему, город, откуда собака. Телефон хозяина еще заносится. В принципе, да, удобно, что поставил как укол, она там пожизненно, никуда не девается. Но, опять же, минусы. Иногда бывает, скатывается, вы его ищете, например, на спине животного, а он скатился под кожей куда-нибудь на грудную клетку. И минус для бездомных животных, в чем, которые бегают, непонятно, то ли она меченая, то ли не меченая. Бирку мы издалека видим. Более привычные методы опознания хвостатых – бирка и клеймо. На бездомных животных их тоже обязательно ставят. В год их насчитывается порядка тысячи. А также становится более распространенной практика так называемых свежевыброшенных питомцев – чистых и ухоженных, но неугодных хозяевам. По статистике, их поступает примерно столько же, сколько и уличных. Мы проверяем, а вдруг такое случается. И у нас иногда бывает, что, еще раз нажми, что, короче, раз и уже чип был. А у него есть чип? Вот это как раз та история. То есть, видите, чипировать мало животного надо не только чипировать, но и вбить обязательно в базу. Вот мы вносим в Animal ID базу и смотрим в этой базе, она такая общедоступная. Animal ID – международная база данных чипированных животных. Например, во многих странах Европы эта процедура является обязательной по закону. В России она только набирает популярность. Но соответствующий законопроект уже подготовлен комитетом АКЗС по аграрной политике. Сейчас законопроект рассматривается, и в том числе первым пунктом вводится регистрация и чипирование. Причем регистрация как таковая бесплатная, предполагается на базе управления ветеринарией делать. То чипирование будет стоить, и все клиники уже сейчас предлагают такую услугу. И мы в том числе очень за это ратуем, потому что для нас важно сейчас уже начать создавать эту базу. Закон может вступить в силу в начале 2025 года. По мнению зоозащитников, обязательная регистрация и чипирование животных позволит значительно сократить количество их недобросовестных хозяев. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин